Я зашел, читаю русские новости, ищу что-то хорошее. На Донбасс-то несут они русский мир. Что буряты, что из Дагестана, что из Дальнего Востока. Русский мир это значит, вот вы говорите сейчас по-русски, значит вы тоже принадлежите к русскому миру. Так выходит, что мир это война? Мир прекратился, видимо, когда у вас началась гражданская война. Как же может оккупант мир нести? Я вот этого не могу понять. Представляете, что киргизов, узбеков и латышей сплотила Русь. И жить в одном государстве, киргизом и эстонством. И главное, зачем? Я в шоке, я сейчас, я вообще... Они не захотели даже референдум проводить. Как вы думаете, почему? Это американцы во все видовало. Какие-то хорошие новости, может быть, есть? Что-то поменялось. Я давно не заходил сейчас в рулетку. Есть у вас хорошие новости? Вы со мной разговариваете? Ага, с вами, да. С вами, с вами. Да не знаю. Какие хорошие новости? Что вы имеете в виду? Я не знаю. Я редко читаю сейчас русские новости. Вот сейчас зашел, читаю русские новости, ищу что-то хорошее. Не знаю. Я... Ну, русские новости я тоже иногда читаю, да. А какие вы посоветуете средства в массовой информации? Что читать? Которые правду говорят. Правду. А это зависит от того, что вы считаете правдой. Правда всегда одна. Это сказал фараон, да? Не знаю, кто это сказал. Это вообще в целом как бы истина. Я думаю, что правда всегда одна, но разные считают ее по-разному. Ну, подождите, как это... Но есть же факты. Вот я открыл сейчас вот новости, читаю, что министр цифрового развития, у вас есть цифровое развитие, офигите, я честно не знал, если честно, Максут Шадаев, его зовут Максут, заявил, что военные комиссариаты в регионах России будут окончательно подключены к интернету в 23-м году. То есть обещают все военкоматы подключить к интернету в 23-м году. Конечно, возникает вопрос сразу. Они что, не были подключены? А оказывается, не были. А вот школы, которые не подключены к Wi-Fi сейчас, вот это была программа подключения школ к интернету, приостановили эту программу. То есть приоритетность поменяли. По-моему, это хорошая новость. Как вы считаете? А то дети еще будут в интернет в школах. Что они там в интернетах увидят? Интернет, интернет. Он вообще детям и не нужен, этот интернет, мне кажется. Правильно? Согласны со мной? Согласен. Хорошая новость. Я вот только думаю, а какая разница, как его зовут, Максут или не Максут. Я не знаю просто. Ну, по-моему, исконно русское имя Максут. Хорошее имя. Я ничего не против не имею. В России не только русские живут. В России живут очень много национальностей. Ну, они же все русские. Нет, они не все русские. Они все россияне, но не все русские. Подождите, как это? Ну, как это сказать по-английски? Они же Russians? Нет. По-английски как угодно можете сказать. По-русски они все россияне, но не все русские. Так, подождите. Ну, вот на Донбасс-то несут они русский мир. Что буряты? Что из Дагестана? Что из Дальнего Востока? Что из, я не знаю, там, якуты какие-то? Какая разница? Якут-то несет не якутский мир к нам, а русский мир. Значит, они все русские. Я такой делаю вывод. Ладно бы, там, буряты говорили, мы будем нести вам бурятский мир. А якуты якутский мир. Чечены там чеченский мир. Не, все вместе несут русский мир. Значит, они русские солдаты. И у них спрашивают, вы русские солдаты? А, и русские солдаты. Из бурят. Ну, солдаты можно сказать русские. А вот то, что они все русские, этого сказать... Ну, а какие они солдаты тогда? Русские солдаты. Раз русский мир несут, значит, русские. Рашинс. Несут русский мир, это тоже правильно. То, что они русские солдаты, тоже можно сказать. Но то, что они все русские по национальности, это не так. А я не говорил, что они по национальности русские. Я говорю, что если они солдаты русские, значит они русские. А как вы понимаете значение русский мир? Что это такое? Что они несут к нам? Как вы понимаете? Русский мир это значит... Вот вы говорите сейчас по-русски, значит вы тоже принадлежите к русскому миру. С херали, извините за мой французский. Ну, с того, что это русский язык. Русский язык, русская культура, русский менталитет. С чего вы взяли, что русский язык это русская культура и русский менталитет? Русский язык это один из шести официальных языков ООН. И количество носителей русского языка в мире больше, чем жителей в России. Понимаете? Ну, я могу спілкуваться с украинской мовой. Мы с детства двумовни. Ну, это билингвы, можно еще так назвать. Если я с народжения знаю две мовы, я могу спілкуваться с украинской мовой, могу говорить по-русски. Ну, в жизни, в быту я говорю по-русски. Причем здесь русский мир, когда я в жизни не был в России никогда. Попробуйте мне объяснить, что такое русский мир, по-вашему. Вот эти вот буряты, которые несут русский мир в Украину. Что они с собой приносят, русские солдаты? Они приносят... Я не знаю, что буряты приносят, но то, что в любом случае, те люди, которые хотят мир принести, мир, да? Но они приносят что-то доброе. Ничего не понял. Подождите, вот эти тувинцы, буряты, они приезжают на танках с артиллерией, но при этом они несут мир. Вы читали Оруэлл? 1984. Так выходит, что мир это война, а война типа это мир или как? Я запутался. Иногда, чтобы достичь мира, приходится воевать. Поясните свою позицию. Ну, поясняю. Например, во время Великой Отечественной войны, чтобы достичь мира, советские солдаты дошли до Берлина. После этого наступил мир. А когда он прекратился, этот мир? В какой момент? Мир прекратился в тот момент, когда в 41 году, 22 июня, немецкая армия перешла границу. А у нас, когда мир прекратился в нашей стране? В какой момент? А у вас мир прекратился, видимо, когда у вас началась гражданская война. У нас началась гражданская война. А в какой момент у нас началась гражданская война? Ну я точно не скажу, но где-то там в 2014 году, я даты не помню. После Майдана как-то. Когда перешли границу, в том числе, например, Гиркин со своей бандой в восточной части Украины, и когда русские солдаты оккупировали полуостров Крым у нас, закончился мир. И, соответственно, по вашей аналогии, ну в принципе, да, если дойти до Москвы, то тогда мир наступит. Ведь это же вы оккупанты. Значит, выходит, что так. То есть, как же может оккупант мир нести? Я вот этого не могу понять. Это же не ваша земля. Я, во-первых, считаю, что Украина, Украина, это часть нашего общего мира. Можно сказать, русский мир, можно сказать, для меня это когда-то был советский мир, потому что я родился и вырос. Долгое время жил в Советском Союзе. Я сам из Киргизии родом. Для меня Киргизия это мой мир. Но в те времена Советский Союз был одной страной. Все говорили на русском языке. И у меня были и друзья, и близкие даже разных национальностей. И мы не считали друг друга какими-то там из разных страны. И что из этого следует? Не понимаю. И что из этого следует? Из этого следует, что для человека, который жил тогда же на Украине, и для меня, например, жившего в Киргизии, мы жили в одной стране. Для нас это был один общий мир. Но ведь, позвольте, когда-то была и Российская империя, и Польша была частью Российской империи, и Финляндия. И что это означает? Что это тоже общий мир? Ну да, когда-то была, но потом она разделилась, да. А тут не разделилась. А тут потом, когда-то была Советская империя, а потом она разделилась. Ну и что из этого следует, что она разделилась? Нет, дело в том, что если Финляндию, допустим, отделили, то это был какой-то естественный процесс. А тут вот отделение произошло помимо воли людей, которые жили там. Вы считаете, что киргизов, узбеков и латышей сплотила Русь? Действительно вы считаете так? Что киргизы, узбеки и латыши с литовцами, с эстонцами, они жили в одном государстве, потому что их навеки сплотила Великая Русь? И они так и должны и дальше жить вместе в одном государстве. Узбеки и латыши. Да, вполне. У меня был... Очень интересно, объясните, пожалуйста. Латышом был, да. Сосед. Он жил в Киргизии, во Фрунзе. Еще раз, это очень интересно. По-вашему, узбеки, киргизы и латыши должны жить в одном государстве. А что их объединяет? Почему они должны жить в одном государстве? Ну, во-первых, их объединяла в те времена промышленность, экономика, общие деньги были, общее образование. Причем здесь когда-то что-то это было очень давно. Сегодня, сегодня 22-й год, октябрь месяц, 22-й год. Что и сегодня объединяет латышей с узбеками? Причем, я не говорю, что кто-то хуже, кто-то лучше. Ни в коем случае вы меня не поймите неправильно. Просто, ну, они же, ну, явно разные. Киргизы и эстонцы. Как им объединиться и жить в одном государстве? Киргизам и эстонствам. И главное, зачем? За тем, что так им проще было, им удобнее было. И жить в мире, и в дружбе всегда... Подождите, подождите, блин. Кому было удобно? Киргизам жить с латышами в одном государстве? Или латышам с киргизами? И латышам, и киргизам. И украинцам тоже. Поясните, пожалуйста. Вот я вот такой задам простой вопрос. Что хорошего в общей жизни, в общем государстве латышам с киргизами давало это государство? Что они получали взамен? Они получали очень много взамен. Например, я мог поехать в Ригу. У меня вот родственники в Риге живут. Без каких-либо вопросов, без пересечения границ. Это правильно, это киргизы получали. А латыши? Латыши могли поехать и приезжали ко мне, собственно, приезжали родственники. Мы ездили с ними на Иссык-Куль, отдыхали. Ага, то есть преимущество жизни в одном государстве для латышей. Это что, если вдруг они захотят в Киргизию съездить или в Узбекистан, то они без визы смогут приехать туда? Не только. Не только. Не только. То есть было очень много общего. Например, какие-то вещи, которые производили у нас в Киргизии, продавались в Латвии. Какие вещи производились в Киргизии, которые продавались в Латвии? Можно уточнить? Например, Киргизия это страна, это республика, в которой очень много и раньше, и сейчас производилось овечевое мясо, ну, баранины, скажем так, да? Ага! Я в шоке! Я сейчас вообще... Что вы такое несете? Какую баранину? Не только это. А что еще? Например, в городе Фрунзе, я не знаю точно сколько, но было очень много предприятий. Например, был завод такой, ЭВМ, на котором делали компьютеры. Еще 8... Вот! Латыши! Как они сегодня живут без киргизских компьютеров! Это просто... Ну, бедные латыши! Слушай, это аргумент, я с вами согласен. Если ЭВМ, производство города Фрунзе, это серьезно, это да, тут ничего не подспоришь. Да, ну, я скажу так, что, конечно, сегодня это все по-другому. Ну, например, вот у нас по всей стране ездили латышские эти, рафики, знаете, машинки такие? Я-я-я-я, подождите, 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 я спросил у вас противоположное. Ну, то есть, что киргизам выгодно жить с латышами в одном государстве, это вопросов никаких у меня нет. Поэтому. Я в обратную сторону. В обратную сторону. Вы считаете, что латыши приносили гораздо больше пользы киргизам? Я этого не говорил. Я просто пытаюсь найти, какие преимущества жизни в одном государстве для латышей, что они с киргизами живут в одном государстве. Причем, не унижая ни одну из национальностей. Еще раз. Я просто пытаюсь понять, что им это дает. Они получали баранину? Да, получали. Например, Киргизия поставляла мясо, мясо, да, обеспечивала полностью город Ленинград. Ну, это не Латвия, но тем не менее. Причем здесь не так. Мы же про Латвию. Рига такая. Да как же мы будем без ЭВМ и с фрунзой, и без баранины? Ну, давайте серьезно. Ну что? А хорошо, давайте так. Я поставлю так вопрос. Смотрите, а вот сегодня, как вы думаете, хотят ли сегодня жители Латвии снова пожить с киргизами и с узбеками, например, в одном государстве? Чтобы у них были одинаковые права, чтобы у них были паспорта одинаковые, одна и та же валюта. Как вы думаете, хотят ли латыши этого? Я думаю, что те люди, которые жили тогда в Советском Союзе, если даже сейчас их спросить, они не откажутся от этого. И, кстати, я вам скажу, что когда в 90-е годы, точнее в конце 80-х годов нашу страну разделяли, проводили референдум, вы, наверное, слышали, по-моему, в 91-м году был референдум. Как раз вопрос стоял так, хотите ли вы жить в одной стране или хотите разделиться и жить в каждой в той стране? А в Латвии был этот референдум? В Латвии? Я можно это договорить до конца? До конца договорюсь? Да-да, извините. Вот, почти 90% жителей Советского Союза сказали, что они хотят жить в одной стране. А в Латвии проводился этот референдум? В Латвии, на Украине, в Киргизии, во всем Советском Союзе проводился. В Латвии, конечно, меньше был процент, я согласен, но, тем не менее, там тоже было бы большинство. Я вам сейчас даже скажу. Смотрите, он проводился в 9 из 15 республик. Власти отказались проводить референдум в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Молдавии, в Армении и в Грузии. Они не захотели такой референдум даже проводить. В каком году? В девяносто первом. В девяносто первом. В девяносто первом. Референдум в девяносто первом. Да, в девяносто первого года. Открывайте статью. Мне интересно, как вы прокомментируете. Почему латыши не захотели проводить референдум у себя? Так, смотрим. Вы в Яндексе гуглите? Где вы гуглите? Да, у меня весь интернет есть. А вы в интернете гуглите? Правильно. А где же? Вот там сразу карта, потом видите, сразу в 9 из 15 республик власти отказались проводить референдум. Видите? Да, это в Википедии так написано. Ага. Они не захотели даже референдум проводить. Как вы думаете, почему? Ну, это неправда, то, что тут пишут. На самом деле, вот я жил в Киргизии. Вы все врете. Вы все врете, надо говорить. Нет, нет, секунду. Я вам объясняю, что не хотели проводить референдум, это может быть, это самое, не хотели. Но если вы возьмете вот эту карту, то вы заметите, что... Четыре позиции я вам карту принес. Сейчас покажу, откуда на Беларуси готовилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В шести республиках не проводили. Шести из пятнадцати. Не, подождите, это даже не то, что... Не участвовали, да, действительно. Да, действительно. И Прибалтика не участвовал, Молдавия. Страны Балтии, это не Прибалтика, это страны Балтии. Ну да, Прибалтика. Это не Прибалтика, страны Балтии. Ну, когда-то в Советском Союзе это называлось Прибалтика. Я по старинке это так называю. Я вас понял. А вы какого года рождения? Просто редко задают такие вопросы, извините. Я в шестьдесят восьмого. Шестьдесят восьмого, понял. То есть вам почти пятьдесят. Мне чуть больше, но не важно. В общем, это самое. По... Страны Балтии, можно так сказать, Молдавия, Грузия и Армения. А как вы думаете, почему Литва, Латвия, Эстония не захотели проводить этот референдум? Даже референдум не захотели проводить. Как вы думаете, почему? Потому что они боялись, что их население тоже скажет «да». Ай, блин, это прям... А что смешного-то? Шедевр? А как вы думаете, а если сегодня провести референдум в Латвии, не хотите ли вы из Европейского Союза назад в Киргизию, ну, типа, объединиться? Многие захотят, как вы думаете? В Киргизию, не знаю. Наверное, не многие. Если просто в Киргизию. А если... Объединиться с Киргизами в новый союз такой, новый. Назовем это СССР 2.0. С Россией, с Киргизией, с Узбекистаном, с Таджикистаном. Ну, типа, латыши. Узбеков и латышей навеки сплотила Великая Русь. Сейчас, в данное время наверняка скажут меньше, гораздо меньше. Но будут тоже люди такие. А как вы думаете, почему? Ну, потому что за это время население этих стран изменилось. В какую сторону? Ну, в какую сторону? В другую сторону. То есть, если раньше, прежде мы считали, что нам жить лучше вместе, то сейчас эти люди считают, что лучше жить и раздельно. Понял. А можете мне пояснить вот эту цель войны России в Украине? Это объединение? Ну, чтобы мы жили снова в одном могучем... Я правильно понимаю, да? Какова цель войны этой? Я так понимаю, что цель войны, а точнее не войны, это, как мне кажется, это было просто остановить гражданскую войну на Украине. Которая возникла вследствие того, что восточная часть Украины была не согласна с той политикой, которую проводила центральная власть. А точнее, не центральная власть, а те люди, которые сами взяли власть. Давайте, это американцы во всем виноваты. Ну, давайте же честно, что тут? Американцы очень много сделали для того, чтобы... Тогда, смотрите, вот такая цель. Какова же цель тогда этой войны? То есть, в какой день она закончится, война? То есть, для того, чтобы прекратилась гражданская война, Россия начинает полномасштабную войну с ракетами, с авиацией, ну, которая гораздо сильнее, чем гражданская война, для того, чтобы гражданская война прекратилась. Это очень сложно понять. А в какой же момент тогда она закончится, эта война? Это очень просто понять. Просто война не бывает так, что вот она сразу, раз, и если эта война, ну, подразумевает в своем... движет тому результату, чтобы в итоге достичь мира, да? То есть, если, к примеру, мы возьмем война, вот, гражданская, по сути дела, война в Армении, Карабахске... Почему здесь Армения? Вы мне расскажите про Украину. Россия какую цель преследует? Ну, вот в какой-то день война закончится. Ну, наступит день. Чем она закончится, эта война? В какой день? Что в этот день произойдет такое? То есть, какую-то цель Россия говорит, все, мы достигли вот этой своей цели, все. Вот что произойдет в этот день? Ну, об этом сказал, по-моему, Путин в своем. То есть, два или три там какие-то цели, которые должны быть достигнуты. Это демилитаризация Украины, демилитаризация... Где что? Еще раз, с самого начала? То есть, это необходимость того, чтобы Украина стала нейтральным государством. То есть, то движение, которое в том направлении, которое двигалась Украина, оно для России неприемлемо. Движение в НАТО... То есть, видите, цель как-то не совпадает с окончанием гражданской войны, верно? Почему? Как-то там что-то с гражданской войной, что-то ничего не связано. Детелитаризация, вот это вот, что она означает? Это, чтобы, получается, у Украины не было своей собственной армии? Да. И как получается на сегодняшний день у России? Это как-то выходит? Как вы видите, успехи творческие? Получается? Ну, что-то получается, что-то нет. Что получается? Чего не понял? Любая, конечно, понятно, если бы на стороне Украины не было тех... Наша армия сегодня насчитывает около миллиона человек. Что же получается у русских? Получилось так, что у нас армия только выросла, окрепла и стала сильнее. Вы говорите, что-то получается, что-то не получается. Давайте не будем про то, что не получается, а что получается. Ну, вот, в плане цель, деятелитаризация, ну, типа, чтобы армии не было, что же получается? Получается то, что приходится добавлять сил, чтобы все это достичь. Что? Деноцификация, по-моему. Этого не понимает не только вы, но и никто не понимает. Вы хотите, чтобы у Украины не было армии? На кого Украина собиралась нападать или теоретически могла бы напасть? Власть, которая пришла после Майдана в Киеве. Что вы от Харькова хотите? Зачем вы его разрушаете? Потому что русские солдаты не уничтожают украинский народ. Никто его не оккупировал. Была идея разделить Украину пополам, чтобы... Типа вторая армия мира капитулировать и распаться. Тюрьма народов распадется. Это исторически неизбежный процесс распада всех империй.